Со всеми этими замедлениями и блокировками Ютуба, напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте и Бусти, где также выходят все видео, что и на Ютубе. Сканируйте QR-код или переходите по ссылкам в описании. И подписывайтесь, чтобы не потеряться. Озвучил Зозя. Вау, какой ужасный вопрос. Снятся ли мне сны о повторном зачислении на службу? Я проиграл со счетом 20-0. Наряд с гитарой был... Самым сексуальным. А, точно. Давайте начнем. Словарь с полезными знаниями. Словарь с полезными знаниями. Я еще не видел, что там. Так что давайте откроем. Имя автора, мое имя. Сейчас мне уже кажется, что меня зовут Джин, поэтому это будет Джин. Дебют в 2013 году, 13 июня. Группа, к которой принадлежу BTS. Мой MBTI вроде был INTP. Личный цвет? Что это такое? Я просто раньше такого не делал. Прозвище в детстве? В началке прозвище придумывали, опираясь на имя, поэтому это был Ким Пап или Ким Чи. Средних младшеклассник, старший младшеклассник и в университете тоже младшеклассник. В основном меня называли младшеклассником. Недавно ты стал факелоносцем на Олимпиаде в Париже. Запомнились ли тебе какие-то слова поддержки фанатов? Там было очень шумно, поэтому я не мог особо что-то расслышать. Но я смотрел интервью французских фанатов. Они говорили, мы ждали его с армии полтора года. Поэтому нам ничего не стоило подождать его здесь 6-8 часов. Я могу подождать еще больше. Я видел, как фанаты говорили об этом в интервью. Это мне запомнилось. В последнее время я в этом профи. В чем же я профи в последнее время? Я играю в теннис. Недавно я играл вместе с какими-то младшеклассниками. Вы представляете, проиграл им со счетом 20-0. Мне так стыдно, так что даже не знаю, могу ли я называть себя профи в этом деле. Но кроме этого мне нечем похвастаться, так что скажу, что я профи в теннисе. Среди своих друзей я играю лучше всех. Есть ли какая-то особая техника, которой ты обучился? Ножницы? Меня научили этой технике в теннисе. Но и до того, как мне о ней рассказали, я сам ее применял. Так что, может, я и правда спец в теннисе. Вау, какой ужасный вопрос. Снятся ли мне снэп о повторном зачислении на службу? Вроде бы мне такое снилось, что я в армии. Но когда я проснулся, я уже забыл, что мне снилось. Нарисуйте три эмоции, которые вы сегодня ощущали. Мне нравится вот это и вот это. Так я обычно выгляжу, когда улыбаюсь. Это когда в замешательстве. Это когда просто улыбаюсь. Есть ли какая-то привычка или песня, которую ты поешь, чтобы разогреть горло перед выступлением? Обычно у меня есть свой процесс, как я разогреваю горло. Но так я просто резко выкрикиваю. Кричу. У каждого по-разному. Когда в последний раз ты ездил на велосипеде? Вроде бы это было перед зачислением на службу. Я ездил до компании и обратно где-то месяц-два. Слышала, ты ездил на недавний фан-митинг на велосипеде. А, точно. Значит, не так, перечеркиваем. Фан-митинг 13 июня. Первая встреча с базар. Были ли интересные моменты во время съемки? Прямо сейчас. Больше всего мне весело во время интервью. Да и наряд мой сейчас очень удобный. Я из тех, кто предпочитает удобную одежду. Но в то же время, когда надо куда-то принарядиться, я тоже... Был ли наряд, который больше всего запомнился сегодня? Мне кажется, наряд с гитарой был самым сексуальным. Я довольно консервативный человек, поэтому не ношу одежду в таком сексуальном стиле. Но тот наряд очень хорошо сочетался с гитарой. Мне он понравился. В чем люди ошибаются касательно меня, или что люди знают обо мне неправильно? Нет такого, в чем бы они ошибались. Скорее бывает, что я не помню, когда мне говорят, «Ты это помнишь? Ты говорил вот это». Если я не смогу вспомнить то, о чем вы меня спрашиваете, то, надеюсь, вы будете меньше расстраиваться из-за этого. Мне нравится настоящий момент. Но моменты с армии ты же всегда помнишь. А, конечно, я помню. Я помню все моменты, когда я был очень счастлив. Время на концерте с армией, время, когда я стал работать вместе с Гуччи, время, когда я вместе с Базар. Ты все еще пользуешься любимой подушкой. А, это... Есть те, кто очень заботятся о своих вещах и не теряя их. Даже бальзам для губ я использую до последнего. На любимую подушку я оставил в отеле. Когда был за границей. Так что, да, подушку я оставил в отеле. Какие три концепта ты бы попробовал? Потратить миллиард за час? На самом деле, такое ведь трудно выполнить. И еще... Максировать вместе с Майком Тайсоном. Наверное, для меня будет опасно, даже если он будет пользоваться лишь одним пальцем. Но он ведь будет поддаваться. И еще мне нравятся странные вещи. Соревнования по прыжкам в длину с блохами. Мне нравится работать своим телом. Какое прозвище тебе больше нравится, парень из двери машины или всемирный красавчик? Я даже не ожидал, что термин всемирный красавчик станет таким известным. Я ведь сам придумал это прозвище. Просто в неловких ситуациях говорил, я всемирный красавчик. Но теперь так много фанатов называют меня всемирным красавчиком. W-W-H. Какие мысли тебе приходят, когда ты видишь себя запечатленным камерой? Ах, хорош. Красивый. Мне очень нравится, что мое лицо красивое. Я знаю, что есть куча людей, что красивее меня. Но главное, что я доволен своим лицом. Джинк раньше даже выпускал пижаму как гудс. Есть ли сейчас стиль в пижаме, который тебе нравится, или материал? Недавно я купил 4-5 штук. Из всех 365 дней в году я все 365 дней ношу пижаму. Я не ложусь в кровать в тех вещах, в которых выхожу на улицу. Так что всегда сначала переодеваюсь в пижаму, и только потом ложусь в кровать. В последнее время мне нравятся не шелковые пижамы, а хлопковые. Но очень мягкие. Мне нравится этот материал, но я забыл, как он называется. Очень мягкий и хлопковый материал. Если бы ты мог есть только одно блюдо всю жизнь. Ох, как сложно. Мне нравится нэн мён, поэтому сегодня я выберу нэн мён. Но раньше же ты сказал Чингуку, что правильный ответ на этот вопрос — любовь фанатов. Точно! Любовь фанатов. Я совсем всё позабыл в армии. Надо жить, питаясь любовью фанатов. Какой момент ты запомнил больше всего? Было так много счастливых моментов. Какой же был самым запоминающимся? Может, момент, когда я очень много плакал при получении первого Дэссана на Меллан Мьюзик Авордс? Первый Дэссан. Сколько у тебя белых футболок? Откуда вы узнали, что у меня коллекция белых футболок? Как мы можем не знать про нашего модника? Даже когда я ездил во Францию, я купил несколько белых футболок в Гуччи. Обычно, когда я покупаю футболки, я беру 20 футболок размера XL и 2XL. Наверное, я проносил около 200 штук. Джин одержимый самгипсалем. Есть ли какая-то еда, на которую ты помешан в последнее время? Тоже я ел. Недавно я ел калькуксу. Иногда я ее сам готовлю. Иногда заказываю. Мне очень нравится калькуксу. О чем переживаешь больше всего, когда носишь обычную одежду? Она должна быть комфортной. Мне нравится то, во что я одет. Что бы ты хотел съесть после съемок сырую рыбу? Я уже забронировал местечко с самгипсалем. Говорят, тебе нравится сырая рыба. Чем она нравится? У нее очень особенный вкус. Сырой рыбе нет каких-то дополнительных приправ. При этом ее можно добавить в нэнмён. Можно добавить в куксу. Больше всего мне нравится просто макать ее в соус. Когда в последний раз ты удивился в голос? Когда же это было? Когда я смотрелся в зеркало? Я часто чему-то удивляюсь, что даже не могу вспомнить, когда. Какой брелок висит у тебя сейчас на рюкзаке? Гуччи подарили мне рюкзак. На нем я ношу брелок РДЖ и УТА. УТА это не брелок, а такой магнитик. Поэтому он часто падает, и в компании мне часто говорят, что я его обронил. Поэтому УТА я просто повесил на холодильник, чтобы я его не потерял. Вот так вот. Есть ли какой-то ноу-хау, как ты заботишься о своей коже, здоровье с таким расписанием? Рабежка. В армии я много бегал и понял, что это оздоровляет мое тело. Ты сейчас продолжаешь бегать? Я прям твердо решил, что буду бегать. Даже купил все, что для этого нужно. Обувь, специальную одежду, но ни разу ничего не надел. Ты знаешь, что Гуччи Сок Джин популярный запрос? Я все знаю. Левая фотография с билборд. Но я не знал, что это популярно. Но эта одежда мне очень нравилась. Тебе так подошла эта одежда, что появилось прозвище Гуччи Сок Джин. Такое было? Постараюсь одной не помнить про Гуччи Сок Джина. BTS отпраздновали десятую годовщину. Какую песню ты бы хотел спеть Арми на концерте 12-летия? Сет листе редко включали Spring Day. Поэтому пусть будет Spring Day. Так, на этом мы завершили наш словарь с полезными вещами о Сок Джине. Вы можете приобрести эту книгу в книжном за 1504 700 вон. Хоть продавать ее буду не я, да и в принципе она не продается. Надеюсь, много людей ее купят. Это был словарь с полезными знаниями о Сок Джине. Спасибо. Подарите много любви сентябрьскому выпуску «Базар» со мной и вместе с Гуччи. Полагаюсь на вас. Только на моем Бусти. И помни, что все ролики выходят так быстро только благодаря вашей поддержке. Поэтому не забывай оставлять лайк и писать комментарий. А ссылочку на Бусти ты найдешь в описании. Продолжение следует...